все что нам осталось получается это пойти к хоффман и полететь в эту башню и пострадать там за идею да и как говорится ей но вот это вот греет мою душу шо пипец что у меня двухзарядный дробовик кого это может креять на самом деле то что тебя вместо 6 зарядного двухзарядный меня потому что обрез это всегда круто так вот я перед тем как я тут могу совершенно спокойно ходить потому что врагов здесь нет я убил всех я устроил геноцид этого места здесь реально больше никого в принципе быть не может и ничего потому что я вычистил все вот это вот хотя машины я не все обыскивал в машинах что-то может быть я просто хочу сказать к тем воротам и посмотреть что будет есть оттуда подойду потому что я все время думал что по сюжету мне именно туда но хоффман сейчас меня и убедила какого-то слышно это же невозможно я же всех убил боже это башня можете кишки на стенах ясно я отсюда просто не могу войти значит ну по крайней мере мы с вами это узнали теперь нам остается идти к хоффман и попасть в эту башню это означает что новости для нас достаточно хреновую в том плане что в этой игре в принципе я ненавижу только одно я ненавижу огненных врагов вот этих которые вспыхивают не то что они там дико сложные хотя они сложные они скорее скучные с ними не интересно воевать и при этом они реально трудно убиваемые это нелюбимый тип врагов вообще все что связано с теодором для какой-то такое мере вот и поэтому я сейчас до последнего оттягиваю момент когда я туда пойду но в принципе ладно ладно пора двигаться наверно что там не был за монет ничего боже все горит ладно пойдем ладно прощаю мне дневник хоффман почерк на первый взгляд совершенно не читаемый но сосредоточившись можно разобрать запись превращение лайма было ужасным хотя и извораживающим это было далеко за гранью обычного нейролингвистического программирования слова теодора не просто убедили лайма в чем-то они изменили его физически теперь понятно почему теодор рвется контролирует стем это усилит его и без того невероятную способность влиять на людей то на что он способен себастьян намного сильнее лайма как личность но он до сих пор страдает от перенесенные травмы теодор наверняка попытается применить новые способности чтобы сломить себастьяна я надеюсь что у того хватит сил выстоять хватит правда сам не уверен местами но я думаю хватит так чё у нас там в результате то давай я мог конечно в зеркало метнуться опять но наверное не стоит ты готов себастьян не знаю ладно хоффман давай начнем хорошо иди первый я буду нести его и управлять им он защитит нас от огня но не от тварей что попытаются нас убить о боже мой не бойся я с ними разберусь да но у тебя нет оружия ну то есть патронов подряд серьезно это будет разрыв это сейчас будет очень сложное чувство работает главное оставайся внутри сферы пошли до огня ничего не видно просто следи за тварями и иди за мной я знаю куда идти это очень плохая идея один прорывается разберусь заболен могила еще один берегись хоффман это ты меня береги прекрасно они повсюду только не говори что ты живой ладно ты же не должен быть живым в смысле он сразу двумя шмаляет я понял это значит что с патронами это будет беда критону боже этот пистолет меня может выручить все не настолько плохо как я думал спасибо за патроны милые ты спасаешь на собой еще кажется что еще идти он не хочет нас пропускать ну и хорошо значит он боится бери быстрее господи ты сейчас горишь не останавливайся мы почти у цели все будет нормально не волнуйся ладно милые только давай побыстрее я типа уже хорошо научился стрелять с геймпада ради такой дерьмины но боже мой хорошо хоть не сгорели эта игра приучит вас стрелять с геймпада в одной из самых неудобных для этого игр не отменяет того факта что мы сейчас умрем ты чё толкаешься женщина сука сраная женщина чтоб ты всралась о боже мой ну нахер а ты тут стоишь как мне пизда короче из-за того что вот это вот тупары все все я опять начинаю гореть и здесь самое подходящее для этого место она меня убила в этот раз она меня убила просто взяла и убила не ненавижу тебя так теперь давайте сделаем все по человеку это мой шанс искупить вину перед лили и всеми кого я бы могла обтянуть стэм так что нет не жалею это мою шанс искупить вину из кейсе все так что потому что у меня он подходит она горячая она не нужна она 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 и Надеюсь, я сдох. Надеюсь, я не сгорю. Да нахер тебе эти мозги. Так, мадам, мне бы не помешали ваши патроны. Куда они у вас берутся, я даже не задаю такие вопросы. Просто дай. Дай. Хоффман, что происходит? Отпеть, дури. Погоди. Становится очень жарко. Мама. 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 Завали свою шарман, ты тварь. Ох и Хоффман, боже мой. Ты меня пару раз убила сама вот эту. Закрываешь, да? Я тебя очень люблю, Хоффман. Получилось. Надо уходить. Беги! Почти у цели. Хоффман! Попелись! Попелись! Пипец. Хоффман! Нет! Блин. Прости, Йокико. Открытое достижение. Шагни в огонь со мной. Он еще заплатит. Ясно. Прости, Йокико. Он еще заплатит. Обещаю. Хорошо. Это было немного странно. Глава 14. Горящий алтарь. И в конце концов, остался только я один. Но меня он не остановит. Я только хотел сказать, что Офман умерла. Торрес умерла. Онил умер. Сайкс. Ну, вы понимаете, да? Угу. Это было жесткое испытание, на самом деле. Это было довольно сложно. Но при этом довольно интересно. Я ненавижу, повторюсь, местных врагов. С другой стороны, меня снабдили патронами. Превалер у меня совершенно дикий сейчас. Но можно сделать его еще более диким. Но пока не факт, что мне это нужно. Я опять попал в Дарк Соулс. Скорее даже в Бладборн, судя по эстетике. Типа. Такое место, что здесь как будто прям так кажется, что будет какая-то заваруха. Причем очень жесткая. Неспокойно мне здесь. И что-то как-то, я не знаю, какая-то пустота такая внутри. Ну, типа, у нас были тут союзники. Теперь никого вообще нет. Это печально. Дотянешься? Молодец. Потолок, своды теряются где-то там, в черноте. Люди в комментариях пишут по-разному. Кто про 14 глав в этой игре, кто про 17. Поэтому я даже как-то, честно говоря, не уверен. Близки мы к финалу. Али еще нет. Это, наверное, хорошо. Писание Теодора. Это место Юнион дает невероятные возможности. А Мебиус их упускает. Они так и не сумели осознать, что на самом деле они создали. Только представьте целые мирного обращенных людей с переписанной, перекроенной памятью, подключенных к центральному сознанию и ядру. И мои приказы, отданные со скоростью мысли, выполняемые безоговорочно. Я мог бы построить религиозную утопию за несколько дней, а не месяцев. Никто не сомневался, что ты мудак. Никто не сомневался. Как только я тебя увидел, я подумал, что... Боже, религиозный фанатик в качестве противника, это же будет стрёмно и убого. Я ненавижу такой тип. Ну, не то, что стрёмно. Просто лично мои предпочтения... Просто мои вкусовщины и тому подобное. Я такое не переварю. Это... Вот ты и вернулся к корнею, как я рассказала. Да. Но теперь всё по-другому. Ты от меня не уйдёшь. Ох, там прям горяченько. Я уж не мониторю прям каждую щель на предмет какой-нибудь статуи там. Ну, вы поняли. Потому что это уже перебором будет по отношению к вам. Так, у нас есть дверь налево и есть дверь направо. И, кстати, я подхилился, однако что-то мне подсказывает, что поблизости сейчас будет... Опа. Так, хорошо. Куда нам, походу, надо? Длинный коридор. А что тут? Поблизости будет кофемашина, ну, зеркало, кофемашина, все дела. Кофемашины, конечно, нет. Но, в целом, что это за подсумок. Штурмовая винтовка. Здорово, да. Патронов лучше бы дали. Я был бы не против. Потому что это как-то унизительно. Я вообще буду жаловаться. Что снайперская винтовка, что штурмовая. Мне не дали с нее пострелять. Ну, то есть, я мог бы делать для нее патроны, но... Сам рассуди правильно, зритель. То есть, либо... Либо один патрон на снайперку, там, или на штурмовую винтовку, либо пять патронов на пистолет. У меня просто, с точки зрения выживания, вставал такой вопрос. Ну, и вот, короче. Что еще я хочу? Шприцы сейчас создадим. Походу, сейчас мы его применим. Потому что... Ну, здесь-то у меня кофемашины нет. Здесь ее, конечно, не поставили. Не, вроде никто не поставил. И пойдем потихоньку. Надо сохранить, потому что игра сейчас вылетела. Мне совершенно не понравилось, честно скажу. И я подумал даже, что оно, наверное, вылетело, когда автосохранение было. Я подумал такое, думаю... Так, ну если автосохранение у нас сейчас убито, то где я сейчас нахожусь по игре? Ну, и в результате мне стало немного страшно. Потому что я вспомнил, где мой последний сейв был. Лично мой. Не надо. Не надо такого допускать, да? Здравствуйте. Что-то мне подсказывает. Возможно, это его светящиеся глаза. Что... Это какая-то замануха. Возможно, то, что у вас тут трое. А что мне может там понадобиться вообще? А, фостей. Понял. Так. Ладно. Так, ладно, это притворюшка. Я думал, этот станет. Ладно. Серьезно? Что-то подозрительно как-то. Подозрительно. Ну, хрен его знает, короче. О, тут наверху ничего с лучшим нет. Надо чаще смотреть в небо. О, боже, эти церкви. Тебе не добраться. Как и в тот раз, когда ты не смог ее спасти. Как он лезет в голову, да, этот ублюдок? Я думаю, что мы к нему тоже пролезем в голову. Посмотрим, что там внутри. Может быть, даже я поделюсь с окружающими. Тем, что у него внутри головы. Покажу прекрасный рисунок на стене. Другая, тут, походу, много всякого дерьма сейчас. Нет, прячься, прячься, прячься. Чувак, я тебя умоляю. Я таких уже поломал хрен знает сколько, когда мне нужно было... Так, а вот то, что там есть огнеметчик, это меня немного пугает. Признаюсь честно. Есть подозрение, что мне его тоже надо убить. Если это так, это не лучшие новости на свете. Ой, мама. Он же меня сейчас... Он же не увидит меня сейчас. Спать, тварь, спать. Я просто надеюсь, что мне не надо будет убивать огнеметчик. Потому что иначе это будет откровенный... Какой-то бред. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Там сзади брак. Так, хорошо. Окей. Я не хочу убивать еще раз этого врага. Я могу его убить, это несложно. Он просто, сука, долгий. Он на полчаса. Последний раз, когда я с ним играл... Ну, дрался с ним, в смысле. Я не с ним играл. Это было стрёмно. Это было стрёмно. Так, вот я могу что-то покрутить по ходу. Куда стрелял? Ты меня увидел как-то, что ли? Короче, он сломался, и я не мог его... Бэкстэбить. Ничего не мог с ним делать. Так, ладно, пупсик. Я думаю, что нам с тобой нужно решить ряд вопросов. Так, он сейчас смотрит. Ладно, это пока не оправданно. Пока не имеет никакого смысла. Знаете, в чём отличие? И у меня, и у Костеланоса. В том, что мне плевать. И ему уже тоже плевать. Будь чё будет. Тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-тухни-т Блядь, последняя доля секунды, сука Ублюдок, мать твою Сюда иди, говно Ёб твою мать, ты опять поставил? Боже, я не понимаю эту игру временами Это очень часто происходит Когда ты... Вроде тебе норм, а вроде бы иди Ты что, ко мне идешь? Я не против, ты мне очень сильно поможешь Меня тут видно, нет? Я думаю... Так, окей Ты хочешь это? Огнеметчик, Вася, ты где? Слушай, ну тут, по крайней мере, можно фармить Хотя вроде нет Мне просто показалось, что они спаунятся и спаунятся и спаунятся Это так? Огнеметчик наша единственная проблема Блин, на этих мне уже реально срать Так, окей Эти баллоны ему как мертвому припарка Ну то есть Да, они его, конечно, стопорят Но, блин Здравствуйте Спасибо Повставало их, повставало Не бойся, зритель Мы полностью контролируем ситуацию даже сейчас Оттуда иду Пойду отсюда И вообще туда как-нибудь пока лучше не выдвигаться Там незнакомая территория Так, ну-ка посмотрим Они трутся около выхода Там же один отнеметчик Но звуки почему-то идут отсюда Какого-то тут кто-то есть Не спешим, короче, окей? Он слышит? Что за Брэд Питт? Ты куда ушел? Ой, все нахрен Короче, пришла пора убираться отсюда